В прошлом году на территории Шимкента зарегистрировано 210 чрезвычайных происшествий, из них 173 пожара. Число возгораний по сравнению с 2018 годом выросло на 22%, но на треть снизилось количество погибших при ЧАЭС и на две трети число пострадавших. По-прежнему актуальной остается проблема от отравления угарным газом. С начала этого года в Шимкенте зарегистрировано 5 случаев, в которых погибло 5 человек. Чаще всего трагедии случаются в малообеспеченных семьях, где основное зимнее топливо – уголь и дрова. Частично решить проблему могли бы газоанализаторы, но их установку потянет не каждая нуждающаяся семья. Поэтому власти готовы помочь в их приобретении. «Сегодня в Шимкенте проживает более 20 тысяч малоимущих семей. Мы стараемся обеспечить их газоанализаторами по мере возможности, но всех охватить не можем. Поэтому попросили сегодня заместителя Акима помочь в приобретении средств предупреждения, и он уже дал задание конкретным службам по решению этой проблемы». Еще одна проблема, которая часто возникает в Шимкенте в зимний период – подтопление домов в результате ливневых дождей и таяния снега. Действия чрезвычайных служб в таких случаях регулярно отрабатываются в ходе учений, после которых принимаются решения, как действовать в той или иной ситуации. В Шимкенте уже определены несколько потенциально опасных участков. «В Шимкенте около 300 домов в той или иной мере подвержены риску подтопления. Часть из них расположены вдоль реки Бадам и расположены на расстоянии 5-6 метров от берега. Мы обследовали эти дома и пришли к выводу, если в ближайшее время не принять мер, то дома могут быть разрушены паводками. Поэтому этот вопрос взят на контроль, и Акимат будет рассматривать выделение средств на укрепление берега реки». Рассматривался на заседании вопрос приобретения дополнительной техники для департамента ПЧС, необходимость которой встает остро с каждым днем. Эти проблемы будут доведены, как до Акима Шимкента, так и до городского маслехата. Даниар Худайбергенов, Достан Абдиев, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Отрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова